Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. И совсем скоро, 24 июля, буквально уже в эти выходные, в эту субботу в Твери стартует 22-я комплексная военно-патриотическая экспедиция «Волжский рубеж». Ее участниками станут по традиции тверские ученики, журналисты, военные, преподаватели вузов и школьные учителя. По традиции поддерживает экспедицию и наш медиахолдинг, да, в общем-то, и сотрудники нашего медиахолдинга тоже в ней участие принимают. И партнеры экспедиции, и партнеры нашего медиахолдинга тоже поддержку свою так или иначе оказывают. Сегодня вместе с нашими гостями, среди которых, конечно же, и участники экспедиции, и друзья нашего медиахолдинга, мы поговорим о планах, целях и задачах, которые ставят перед собой участники «Волжского рубежа-2021». Ну, я представлю наших гостей. Андрей Валерьевич Зиновьев, заведующий кафедрой зоологии и физиологии биологического факультета Тверского госуниверситета, руководитель экспедиции. Андрей Валерьевич, здравствуйте, спасибо, что сегодня пришли. Добрый день, добрый день. Виктория Викторовна Тимкина, завод школы номер 17, организатор экспедиции, ну и, соответственно, ее один из участников. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Клакун, директор компании «Темп. 21 век». Алексей, добрый день. Добрый день. И Максим Добрынкин, директор компании «Знаток». Добрый день. Максим, добрый день. Я сразу введу в курс дела наших зрителей и слушателей. Именно компания «Знаток» выступила одним из партнеров этой экспедиции, предоставила компания продукты, которые, в общем-то, наши путешественники, наши туристы будут кушать, есть на протяжении всего долгого, недельного, Андрей Валерьевич, да, недельного курса. Ну и сразу к вам, Андрей Валерьевич, первый вопрос. Расскажите, в чем особенность, если какая-то есть, нынешние экспедиции, какой маршрут, кто участники, сколько их? Ну, дело в том, что наши экспедиции называются комплексными, поэтому они не только историко-патриотические, там есть и естественный исторический блок. Все зависит от набора специалистов, которые участвуют в экспедиции, от представительства. Ну и вот с точки зрения науки, конечно, в данном случае гарантом является Тверской государственный университет, который свои интеллектуальные ресурсы обычно направляет вот в такого рода благие начинания. В этом году экспедиция идет по интересному участку. Это река Мста. Помимо того, что это, конечно, великий водораздел, это еще и часть вот этого замечательного водного пути, к которому ходили наши предки, поэтому как сама река, так и ее берега интересны и с исторической точки зрения. Часть нашей экспедиции и ряд участников ее будут как раз заниматься этими вещами. Кроме того, место интересно еще и с точки зрения геологии, потому что здесь есть подземные системы, системы карстовые, это и подземные реки, это и пещеры, которые также достойны внимания. Ну и, наконец, в экспедиции, а 25 человек у нас в этот раз идет с нами, есть не только взрослые, сформировавшиеся специалисты, но и, собственно говоря, те участники, для которых это очень важно, которые будут продолжать, я надеюсь, это экспедиция 22, я надеюсь, будет и 24, и 30, и 50 для Тверской области. Это молодые, конечно, молодая смена, это ребята разного возраста, которые будут под руководством зрелых специалистов учиться не только вести себя в природе, но еще и учиться тому, как можно исследовать нашу замечательную природу. Мы начнем от Березовского рядка, это Тверская область, и выйдем в соседнюю область, область Новгородская, пройдем до Боровичей, таким образом не ограничиваемся только пределами Тверской области, но и внесем вклад в изучение исторического и естественно-научного компонента соседних областей, что мы традиционно и делаем. Сергей Викторович, мы знаем, что вы не в первый раз принимаете участие в этой экспедиции, берете, разумеется, с собой ребят своих, учеников, какие перед ними цели, задачи будут стоять, потому что, ну, это, во-первых, интересно, когда молодежь участвует в подобном родном мероприятиях, ну, и что они будут делать-то конкретно, расскажите. Да, не первый раз, я сама лично буду участвовать четвертый раз в подобных экспедициях. Экспедициях ребят мы берем с родителями, да, по желанию родителей, под ответственность родителей, и наши ребята уже сейчас выбрали для себя то направление, которое им по душе, которое им ближе всего. Здесь несколько направлений, это и изучение природных объектов, экологическая составляющая экспедиция, это и изучение истории, да, истории края, истории, прежде всего, Великой Отечественной войны. Мы будем наблюдать за состоянием памятников, мемориалов, которые посвящены воинам, участникам, павшим за родину в Великой Отечественной войне. Ну, и у нас есть еще и другие некоторые направления, которые связаны с реконструкцией исторических некоторых моментов. Вот есть задумка очень необыкновенная, которая была подсказана профессором Воробьевым Вячеславом Михайловичем. Это реконструкция плавания, движения княгини Ольги Владье в момент установления, постановки ею рядков, тех самых рядков, один из которых Березовский рядок. Здорово. Ну, мы знаем, что любая экспедиция, тем более такая масштабная, как ваша, да, она требует серьезной подготовки, да, это и амуниция, это и оборудование, и, конечно же, питание. Ну, а запитание, как я сказал в начале, в этой экспедиции Волжский рубеж 2021 отвечает компания «Знаток». Да, ну вот, наверное, в первую очередь, я думаю, стоит поблагодарить наших сегодняшних гостей, компанию «Знаток» за поддержку экспедиции. Да, Максим? Да, компания «Знаток» неоднократно участвует в различного рода мероприятиях, и когда руководители экспедиции к нам обратились, мы без колебаний приняли решение поддержать данное начинание. Мы считаем, что это очень важно. Детско-юношеский туризм, на наш взгляд, это очень перспективное направление в развитии общего туризма в России, потому что данная экспедиция, туристическая тропа, это не просто какая-то такая легкая прогулка, да, это отдых в сочетании со спортом и решением определенных познавательных задач. Конечно же, немаловажным является формирование характера подрастающего поколения, да, потому что за неделю, да, насколько я понимаю, неделю дети, подростки, они будут решать командой, коллективом какие-то задачи определенные, да, будет определенная взаимопомощь, взаимовыручка, поэтому это очень важно для становления будущих личностей. Ну и, конечно же, на наш взгляд, очень хорошее мероприятие для снятия психологической напряженности, какой-то физической нагрузки, ну и, конечно, немаловажным является развитие эстетической стороны личности, да, то есть проедитесь по исторически значимым, важным местам, по красивым местам нашего края, ну и соседней области. Вот, поэтому надеемся, что данное направление будет развиваться и дальше, и можете рассчитывать на нашу поддержку и в будущем. Огромное спасибо, вы просто неоценимую помощь оказываете нам, вот, ну и самое главное, что мы будем, наверное, спокойны, да, и не, наверное, а 100% будем спокойны за здоровье всех участников экспедиции, потому что от питания зависит все. Будьте уверены в этом, да, потому что качество продукции мы отлезем, но и так производство, поэтому за каждой банкой следит наши технологии, мы уверены, да, что продукт, который вы будете потреблять, он вас полностью удовлетворит, обеспечит необходимыми элементами, соответственно, вы будете сыты, довольны, соответственно, заниматься только своим делом, которое вы, как говорится, наметили. Спасибо, Алексей. Ну, а главное, наверное, да, насколько я понимаю, из этих продуктов, это тушенка, в общем-то, без тушенки в любом походе. Не обойтись, Андрей Ильич, поддерживайте, да, как путешественник с опытом. Основные требования, да, это компактность раз, питательность два. Да, да. Но вот что касается тушенки, да, известно, что в советское время вообще она была как стратегический запас, да, ее держали, этот продукт, срокарнение у нее был всегда огромный, а вообще из чего сегодня делают мясные консервы, расскажите. Ну, соответственно, сами понимаете, в тушенке основной элемент это мясо, соответственно, для того, чтобы получился хороший продукт, мы не используем, да, проверенные заводы Калининградской, Белорусской, ну, и известные заводы российской территории, соответственно, наши технологи выезжают, тщательно отбирают мясо, соответственно, после этого пускают это в производство, и из этого происходит хороший качественный продукт, за который нам не стыдно, за который мы не переживаем, мы кормим детей, да, соответственно, да, далее это, и мы не переживаем за наш продукт. Тем самым, как говорится, да, мы тщательно следим за качеством. И, как говорится, у нас качество продукта, как в советское время, то есть вы откроете, да, и, соответственно, как в молодости, да, как было раньше, при советском время. Ну, как-то так, да, то есть, соответственно, тушенка просто потрясающая. Тает во рту, я бы сказал. Викторик, я уже призналась перед нами сюда, что слюнки уже текут, они, путешественники смотрят на эти баночки, да. Ну, а вот что касается вообще знатока, да, вашей компании, ну, уж хочется поговорить, мы знаем, что среди вот обилия различного рода брендов, ну, вы всегда выделяетесь, да, качеством, ну, достаточно такой приемлемой ценовой категории. А вообще, как удается держать марку, вот, при относительно высоких ценах, достаточно высокий качественный продукт, Максим, скажите? Ну, смотрите, цель компании знаток, можно даже так громко сказать миссия, это объединить все то лучшее, что накоплено и отечественными заводами, и странами ближнего, и даже дальнего зарубежья в рамках консервации, да, то есть, это, можно так сказать, бренд-интегратор. Достигается это все благодаря задействованию собственных производственных площадок, а также привлечению около 30 заводов по всей Российской Федерации и даже, как я уже сказала, стран зарубежья. Мы предъявляем очень тщательные и серьезные требования ко всему производственному циклу, начиная от выбора сырья и заканчивая самим производством. У нас есть экспертная группа, которая постоянно разрабатывает и новые рецептуры, и следит за органолептикой продукции. Поэтому в знатоке объединены как традиции, да, там, 20-30-летние накопленные, да, еще с советских времен, как Алексей сказал, так и инновации, да, то есть, все, что сейчас нового, происходит, новые технологии в пищевой индустрии. Ну вот, ну а конкуренция между заводами помогает держать все это в приемлемых рамках, и поэтому на выходе получается продукт высшей категории качества по приемлемым ценам. То есть, то, что, в общем-то, и нужно потребителю. Наша цель какая? Чтобы человек, не важно, что он купил, фасоль, тушенка, тунец это будет, или горошек зеленый, или край из кабачков, чтобы он остался доволен, и не было ощущение правильности выбора. И хочу добавить, что на сегодняшний момент продукция «Знаток» представлена не только в нашем родном Тверском регионе, но и в 65-ти других регионах Российской Федерации, а также в Белоруссии, в Казахстане. Поэтому путешествуйте со «Знатоком» в России. Ну что ж, мы надеемся, что и наши путешественники останутся довольны продукцией компании «Знаток», а мы ненадолго прерываемся, у нас рекламная пауза, мы скоро вернемся. Мы возвращаемся, вы смотрите программу «Тема дня», и у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире слушаем вас, говорите. Здравствуйте, здравствуйте, все гости и участники программы. Многое наблюдаю за вашей программой, смотрю, очень нравится, очень интересно. И хотела бы вот какой вопрос вам задать. Скажите, а где же можно купить продукцию «Знатока», где вот в какой магазин я могу сходить и где я могу купить? Спасибо вам большое, всего хорошего. Ну, достаточно актуальный вопрос, да. Где можно приобрести продукцию компании «Знаток»? Ну, вот Алексей или Максим? Ну, да, давайте я расскажу. Если мы рассматриваем это Твери и Тверская область, то, соответственно, в федеральных сетях мы не представили из политических соображений, потому что мы поддерживаем наших местных, как говорится, продавцов нашей продукции. И, соответственно, мы обширно представили в сети «Универсал», это более 33 магазинах по Твери, да, крупные магазины «Кредо», сеть магазинов «Фрукт». Ну, и достаточно по области мы очень широко и представили. У нас покрытие по области порядка полутора тысяч клиентов. Поэтому вы, в принципе, идете не в федеральный магазин, и по-любому вы найдете наш продукт в этом магазине. Поэтому прошу. Алексей, ну вот сразу к вам в продолжение тогда вопрос. Мы знаем, да, что есть определенного рода всегда государственные стандарты, да, на них всегда все опираются. Однако, вот, несмотря на это, ну, прогресс, да, очевидный прогресс в вашей компании, он никуда не шел, он не замер, в общем-то, да. Более того, продукция расширяется, и вместе рядом с проверенными, как бы классическими продуктами встают новые деликатесы. Вообще, как удается вот так вот расширяться постоянно, удовлетворять потребности, в том числе, современных покупателей, современных... Ну, потому что, в первую очередь, мы слушаем своих покупателей, да, анализируем спрос, соответственно, смотрим, что сейчас на рынке наиболее актуально. Тем самым, соответственно, мы в 2019 году, например, занялись импортом, да, мы сейчас импортируем из Таиланда, Вьетнама, Китая, различный видный ананас, шампиньон, из Испании маоцлины, оливки, вот. Ну, соответственно, да, очень хорошего качества, и, соответственно, очень пользуются спросом на нашем рынке. Тем самым, если смотреть нашу торговую марку, уже она присутствует более 160 позиций, да, различных категорий. Это в соусной, мясной, рыбной, томатной, сладкой, варенье. У нас практически для каждого покупателя найдется свой продукт. В чем наше преимущество? В том, что если вы попробовали наш продукт в одной категории, допустим, мясной, да, вы можете смело брать соусную группу, сейчас эта тема актуальна для того, что сейчас на шашлыки все ездят. Можете для туристов, это идеально, рыбаков, это мясная, рыбная, когда вы делаете макароны по-флотски, там, все любые туристические продукты. Поэтому, исходя из-за этого, как говорится, спроса, да, мы и расширяем наш. Плюс, соответственно, так, как сказал Максим, у нас есть своя экспертная группа, мы, помимо всех стандартных, да, продуктов, групп, товаров, да, мы разрабатываем какие-нибудь фишки. То есть, если вы хотите более подробно ознакомиться с нашей продукцией, вы можете нас найти на нашем сайте. У вас есть сайт, да? Абсолютно верно, абсолютно верно. Красочный, интересный, как говорится, все для нашего покупателя. А так, вообще, у нас активно еще идет экспансия регионов Российской Федерации. Мы уже представили более 70 регионов Российской Федерации. Это еще раз доказывает, что покупатель из Владивостока даже, да, готов потреблять наш продукт, и он будет уверен в нашем качестве. Ну, давайте еще раз напомню нашим телезрителям, все-таки, те, кто вот хотят приобрести продукцию компании «Знаток» в Твери, куда им, в первую очередь, нужно идти? Самое известное, это, как я говорю, если берет Тверь, это сеть магазинов «Универсал», магазин «Кредо», сеть магазинов «Фрукт». Это самые ключевые наши клиенты, которые, соответственно, могут обеспечить вас нашей продукцией. Ну, хотел добавить немножко, Алексей, о том, что даже в деревнях, в селах, в глубинке нас тоже можно найти. Мы работаем и с Райпо-сетью, да, и работаем с Почтой России. И поэтому не только в городе, но и в районах наша продукция тоже представлена. Да, абсолютно верно. Так у нас, я еще раз повторю, полторы тысячи клиентов, поэтому всех не перечислишь. Ну, всех накормишь. Обязательно. Обязательно. Это одно значит. Голодными точно вас не оставят. В том числе и не останутся голодными наши путешественники, которые совсем скоро, в эту субботу уже, я напоминаю, отправляются в поход «Волжский рубеж-2021». Виктория Викторовна, знаем, что всегда много очень принимает детей участие в подобного рода походах, да, ну, в этом конкретном походе, в общем-то. Еще разок, что дети делают, и насколько важно участие именно молодого поколения в таких мероприятиях, расскажите. Значит, в этом году мы берем с собой семь человек ребят. Какого они? Очень разного возраста, от 10-летнего возраста до 18 лет. Наши ребята всегда в походе занимаются тремя такими составляющими. Ну, прежде всего, это организация туристического быта. Понятно, нужно себя обеспечить, нужно все сделать так, чтобы вы могли и покушать, и отдохнуть, и двигаться дальше по своему маршруту. Наши ребята всегда занимаются исследовательской частью. Да, уже существует у нас в течение полугода даже замечательная таблица, созданная Андреем Валерьевичем в Google Form. И в этой таблице, таблице по науке, расписаны те направления, в которых наши ребята могут принять участие. Это и исследование подземной реки по нередке, это и исследование состояния памятников времен Великой Отечественной войны, это и целый ряд других интересных для детей и для взрослых направлений. Наши ребята еще, кроме этого, конечно, учатся прелести взаимоотношения с людьми, с интересными людьми. И вот это общение, оно потом не дает покоя в течение остального времени. Я даже сказала бы и в течение года до следующего похода. Конечно, да и на протяжении всей жизни дети постоянно вспоминают. И если задаем вопрос в конце похода, ребята, как в следующем году пойдем, они говорят, да, пойдем во все походы, которые будут в течение последующих лет. Ну и вот это все и составляет то, чем там будут заниматься конкретно дети. Аня Ильич, как бы вы оценили готовность ребят, школьники, которые принимают участие, как вы их оценили, готовность участвовать, их навыки, насколько вообще это сложно для молодых совсем ребят в подобного рода походы? Понятно, что оценим мы их в ходе экспедиции, но с другой стороны и по прошлым экспедициям, где тоже участвовали молодые люди, с молодых ногтей начинали с нами, экспедиция 22-я, поэтому вот смотрите, если они начинали с одного года, то многим уже 22 года, уже понятна их жизненная траектория. Так вот, на самом деле, вспоминая ребят, которые участвовали с нами в ранних экспедициях, многие из них, собственно говоря, продолжили вот это интересное взаимодействие и со специалистами, которые были в экспедиции, многие пошли и в Тверской государственный университет, не только в Тверской государственный университет, и продолжили вот это свое занятие, вот это свой интерес, который был в том числе развит в наших экспедициях, в применении к каким-то серьезным жизненным уже своим стратегиям. и лишний раз показывает, что наша экспедиция является еще и, в данном случае, направляющей для многих ребят. Это не просто махание веслами, не просто необходимость дойти из точки А от точки Б, но это еще и возможность получить образование, образование в поле. Это очень редко, и это дорогого стоит. У меня вопрос к Алексею и Максиму, если можно по очереди ответить. Принимали когда-нибудь участие в походах? Если да, то какие впечатления? Когда последний раз? К сожалению, мне не довелось, я более городской житель, поэтому в походах, экспедициях я не участвовал. Но с удовольствием, наверное, исправлю это в ближайшем своем будущем, потому что, как говорится, мы сами понимаем, что туризм в России – это развивающие направляющие, а Тверская область – это прекрасный край, где можно посмотреть много всего интересного, и я думаю, что я обязательно подключусь к вашей 23-й экспедиции. Спасибо! А вы берете коллег на парню? Максим, у вас был опыт по участию? Да, у меня был опыт, когда я еще был студентом, учился в Тверском государственном университете и три года подряд участвовал в археологических раскопках в Удомельском районе. По месяцу мы в полевых условиях, скажем так, жили, работали, тоже решали определенные коллективные задачи, ну и просвещались в том числе. Но это было все в рамках практикума. Аня Ильич, ну уже подводя такие итоги, да, подводя итоги в преддверии начала, как-то ни странно, да, экспедиция же не началась, но мы уже подводим итоги. Ваши ожидания, в первую очередь, какие цели, задачи главные ставите, и что будет для вас, как для руководителя экспедиции, конечным итогом? То есть, что для вас будет успехом финальным? Мы уже озвучили те направления, в которых будут работать ребята, соответственно, они будут работать под руководством взрослых специалистов, это естественно-исторический блок, это блок научный, блок патриотический, еще целая серия интересных направлений, там изучение родников, в том числе традиционно мы осуществляем во время этих экспедиций. В качестве такого финального труда экспедиционного, это публикация, конечно, этих материалов, и в этом смысле Тверской государственный университет выступает в качестве такой площадки. У нас есть свое издательство в Тверском государственном университете, которое поможет нам это сделать. Таким образом, то, что мы с вами соберем, останется не только в головах ребят, но и можно будет почитать и посмотреть, как в виде серии публикаций, а публикации по ходу экспедиции будут, залог взаимодействия с нашими СМИ. В том числе есть медиахолдик на Тверской проспект, да. И вот, собственно говоря, можно в руках будет подержать то издание, в котором будет информация о основных результатах экспедиции по тем замечательным направлениям, которые и актуальны для Тверской области, с одной стороны, и интересны для ее жителей. Ну, я знаю то, что цель не только ведь научная, а такая патриотическая во многом. Вы же приводите в порядок захоронения, да, братские могилы и так далее. Сохраняется по-прежнему эта работа? Да, это сохраняется, несомненно, в связи с замечательными годовщинами, которые прошли, большинство из этих захоронений приведено в порядок. То есть мы уже в прошлом году в путешествии, в позапрошлом отмечали с радостью, что даже самые уж отдаленные могилы, которые были заброшены, потому что уже никто не ходил, там деревни исчезли, и то они были приведены в порядок. Ну, вот смотрим еще раз их состояние, и наши экспедиции в дальнейшем будут этим заниматься. Хотелось бы добавить, извините, пожалуйста, хотелось бы добавить, что одним из итогов будет, конечно, сохранение тех традиций, которые были заложены основателем туристического клуба «Непоседы» Горевым Горием Семеновичем. Да, и вот для него всегда, конечно, в первую очередь, было сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о том, сколько было вложено, сколько было потрачено нашим народам, для того, чтобы победа была, чтобы мирное небо сейчас над нами было, и чтобы мы могли свои идеи замечательно реализовывать в жизни. Что для вас лично будет таким хорошим успехом, хорошей финальной точкой по истечению вот этой недели экспедиции в Волжский рубеж 2021? Для меня лично будет хорошей точкой – это приобретение новых друзей, которые всегда после экспедиции становятся друзьями на всю жизнь. И это очень-очень замечательно в наше время, потому как мы знаем, что мир движется, может быть, к такому индивидуализму, к некой разобщенности, и очень часто это заставляет страдать многих людей. А когда мы приобретаем друзей в таком уже возрасте, несколько постарше, то это еще один раз доказывает нам, что людям просто для обогащения себя, для развития себя необходимо вот такая дружеская помощь, поддержка, плечо. Ну а друзья, как известно, смогут все. Они смогут и научные задачи решить, и любые другие жизненные проблемы решить. И это здорово. – Ариен Ильич, ну и напоследок уже совсем у нас мало времени остается. Финальный вопрос. Вот еще раз, да, что входит вот в эти последние дни путешественника перед долгим походом? Расскажите вот для тех, кто, может быть, такого опыта не имел. Что самое главное войти, на что нужно следует обращать внимание, да? С какими чувствами, мыслями нужно подходить к достаточно такому долгому, трудоемкому путешествию? – Ну, в первую очередь, снаряжение. Надо еще раз проверить, чтобы все было для того, чтобы себя чувствовать комфортно в походе. Ну, залогом этому являются коллеги, которые здесь участвуют, которые уже неоднократно в этих экспедициях принимали участие. Поэтому списки у нас отработаны. Более того, мы опубликовали список личных вещей, потому что далеко не все знают, что с собой надо брать поход. – То есть памятку, памятку тем, кто… – Памятка, да, памятка нужна обязательно, потому что особенно для людей, которые идут в первый раз, они могут что-то забыть и просто не знают, на самом деле, что может пригодиться в подобного рода экспедициях. Это, конечно, и пищевое обеспечение, там оно распасовано должно быть определенным образом, поскольку у нас большая часть экспедиции идет по воде, там должны быть непромокаемые контейнеры. Ну, в данном случае мы уверены, вот такого рода контейнеры, они непромокаемые исходно. И, кроме того, здесь очень есть интересная вещь. Мы видим здесь ключ, который позволит нам открывать спокойно эти банки, даже если у нас потеряно или забыто, ну, я уверен, что это будет, конечно, у нас специальное приспособление для открывания тех банок, на которых, например, нет ключа. Ну и, наконец, сами плавсредства, то есть на чем надо идти, в этом смысле у нас есть специалист, который уже на протяжении десятков экспедиций отвечает за этот вопрос, это Сергей Геннадий Вячеслав. Вот, имея его в экспедиции, а мы имеем в этот раз его в экспедиции, мы можем быть уверены в том, что мы дойдем, как говорят водные водники, до места. Финиш. А, кстати, процент соотношений больше будет по сухопутному путешествию или на плавсредствах? Нет, плавсредствах, конечно, это основной вариант передвижения. У нас будут стоянки, то есть эта экспедиция в том числе будет направлена и на более детальное изучение тех мест, которые мы будем проходить. Она не такая длительная, то есть не такая протяженная по расстоянию, но она интересная своим количеством объектов. Да, поэтому в некоторых местах мы будем проводить и день для того, чтобы посмотреть и по достоинству оценить те исторические, те, естественно, научные вещи, которые там необходимо будет изучить. Ну что ж, мы желаем вам удачи, мы желаем вам, что желают путешественникам, в первую очередь, которые отправляются... Семь кутов подкилем. Ну да, если вода, семь кутов подкилем, да, вроде бы. Ну вот желаем, да, самое главное, чтобы все были живы, здоровы, чтобы все у вас было хорошо. Мы благодарим наших сегодняшних гостей за участие, мы благодарим компанию «Знаток» за то, что она предоставила продукты нашим путешественникам. Я напомню, что сегодня мы вместе с участниками, организаторами экспедиции «Волжский рубеж-2021» как бы предвосхищали этот поход. С нами сегодня был Андрей Валерьевич Зиновьев, заведующий кафедрой зоологии, физиологии и биологического факультета ТВГ, руководитель экспедиции. Виктория Викторовна Тимкина, завод школы номер 17, организатор и участник экспедиции, а также представители компании «Знаток», «Темп-21 век». Алексей Клакун, директор компании «Темп-21 век», и Максим Добрынкин, директор компании «Знаток». Я благодарю наших гостей за участие в сегодняшней программе. Напоминаю, что экспедиция «Волжский рубеж-2021-2022» по счету начнется уже в эти выходные 24 июля, в субботу. Следите за новостями на нашем новостном портале «Панорама.Про» и следите за новостями на телеканале «Тверской проспект». Это была программа «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!